5 продуктов, которые мешают на вашем пути к цели при снижении веса и замедляют его. А некоторых, таких как сахар, вы уже знаете, а других вы забыли или не знали. Этот выпуск про то, чтобы напомнить, что снижение веса это ни в коем случае не запрет, а лишь ограничение. Здравствуйте! Вы на канале о сохранении здоровья питанием. А здоровье это отсутствие лишнего веса и заболеваний. Я Светлана Никитчук, эксперт в области снижения веса более 13 лет. Нет, я не придумала авторский метод похудения. Организм человека слишком сложная система взаимодействий. Я лишь взяла доказанные и безопасные программы питания, которые показали себя таковыми после многочисленных исследований, которые длились годами. А вот подхода в похудении, как на моих программах, вы, пожалуй, не встретите. Поэтому да, он авторский. Существует могучая сила запретов. В них нет никакой магии, но действия человека подчинены определенным законам. О них исчерпывающе написано психологам. Вот в этой статье я оставила под видео. Я искренне хочу научить вас питаться не в запретах, а по принципу есть все. Даже лозунг придумала. Вам можно все. Но этот лозунг нельзя применить, когда на весах плюс 30, плюс 40 или даже 50 килограмм. Когда нет режимов питания и большая доля рациона это углеводные бомбы. Когда состояние здоровья на грани сахарного диабета, то начинать нужно не с разрешения, а с восстановления всего того, что сбилось и нарушилось. Вот они, те самые продукты, про которые в моменты снижения веса нужно просто забыть. Потому что они вам мешают. Они вызывают голод быстрее, чем нужно. Зажор или невозможность остановиться. А также накинуть вам еще и лишних калорий. Лидер нежелательных продуктов при снижении веса это сахар. И все продукты его содержащие. Вы никогда не похудеете, если будете есть сладкое и перекусывать им. Дело в том, что на повышение сахара в крови выделяется инсулин. Анаболический гормон, который влияет на углеводный обмен, стимулирует синтез гликогенов в печени и подавляет его расщепление. К тому же блокирует гормон, под действием которого жировая ткань уменьшается. Глюкогон. Посмотрите, как хорошо здесь показаны периоды выработки инсулина. Только от сладкого эти пики будут значительно выше, а провисы ниже. Но все же глюкогон в эти спады инсулина будет работать, а вы худеть, но испытывать острый голод. Поэтому сахар в продукте это главная помеха снижения веса. Напомню, что это не только сладости, он содержится в колбасной продукции, в полуфабрикатах, алкоголе, соусах и маринадах. Фрукты. Это тоже сахар, но в сочетании с клетчаткой получается полезно и на снижение веса допустимо 1-2 порции фруктов в день. Фрукты, которые содержат слишком много сахара, это манго 30 грамм на плод. Личин, жир, виноград, банан содержат 15 грамм на 100 грамм. Я рекомендую отказаться от свежевыжатых соков, которых клетчатку отделяют и оставляют только фруктовый сахар. Поэтому я против детокса на соках и даже на фрешах. Но все же мы с вами живем в мире, где сахар доминирует. Существует столько удивительно вкусных сладких блюд. И что же теперь, вечно жевать лист капусты? Нет, сахар останется в вашем рационе, но его количество должно быть не более 5% от всего. Другими словами, можно 1-2 раза в неделю что-нибудь из любимых, но не полезных десертов. Вам можно все. Эта дозволенность убирает эффект запретного плода. Согласитесь, если вам можно, то зачем есть украдкой или ночью то, что и так можно? Из головы вылетает это желание и вы не зацикливаетесь на нем. Кстати, многие участники внутрецеологики моего курса делятся, что когда были на программе и ограничивали сладкое, то, конечно, думали о десертах, которым побалуют себя потом. Так и происходило, но только ожидаемого восхищения и тем более зависимости не было. Они отмечали, что слишком приторно стало и даже невкусно. Проблема с сахарной зависимостью была решена. Второй продукт, который не следует вам употреблять при снижении веса, это шлифованный рис и картофель. Крахмалистые продукты с высоким алькемическим индексом. Если вы наготовили плов с шлифованным рисом и едите его 2-3 дня подряд, то это равноценно поеданию сдобы и булок. Быстрые углеводы, которые, как вы знаете, уже повышают инсулин и после резко его снижают, обостряют и ускоряют чувство голода. Но вы можете дополнить рацион бурым, черным видом риса. По калорийности они не уступают шлифованному, но в них много клетчатки до 70%. И это их переносит в доброжелательные продукты при похудении. А также еще решение вопроса с задержкой стула. Картофель менее опасен и по калорийности, и по количеству углеводов, но в нем клетчатки всего лишь 7%. Поэтому все же не советую чистить с ним. Готовить его лучше с запеканием и с кожурой. Третья группа продуктов, мимо которых вы будете проходить в магазине, это белый хлеб, булочки, вермишель группы А, лапша, блины, пироги, пирожки, печенье и вафли. Все, что содержит муку высшего сорта. Кстати, вы знали, что вафли считаются одним из самых вредных сладких продуктов, даже вреднее чипсов и сладкой газировки. В них много сахара, пищевых добавок и транжиров. И такое сочетание разрушает клеточные мембраны и вызывает хроническое воспаление. Гастрит. Изменения в обмене веществ. Как же так, спросите вы? Ведь раньше детям давали вафли с кефиром. Да, это было. Но сейчас прослойка в вафлях это сплошная химия. Из допустимых 5 грамм транжиров в них содержится все 12. Поэтому любите вафли, готовьте их дома из творога, сыра или кабачков. Хотите научиться их готовить, подписывайтесь на меня в соцсетях. Там я делюсь видеорецептами. Хлебобулочные изделия нужно ограничивать. Еще и потому, что найти без сахара обычный хлеб просто невозможно. Даже в цельнозерновом хлебе присутствует сахар. Посмотрите на состав хлеба, который обычно покупаете. Сахар занимает третье место. Про сахар я уже рассказывала ранее. Четвертый продукт, который не исключаем, а следим за количеством, это орехи и семечки. И здесь вред не в самом продукте, потому что их полезность стопроцентная. А в количестве. Вы очень недооцениваете их, если не считаете их в рационе. Дело в том, что орехи, что семечки, это высококалорийные продукты свыше 700 калорий на 100 грамм. Раз и почти 35% суточного рациона плюс. Для сравнения обед 500-600 калорий. Съедая 100 грамм орешков, вы закрываете суточную потребность в жирах. В моих программах всегда найдутся блюда с орешками. Творожный мус с бананом и орешками любят все. Это вкусно, сладко и сытно. Голод плавно появится через 4 часа. То есть орехи можно. Семечки, да, но обязательно контролируйте порцию. Ну и пятый продукт, который я советую убрать с глаз долой. Это соленье. Вдвойне нежелательные продукты. Так как содержат большое количество натрия, соли, так и сахар. Но вот незадача без сахара мы спокойно проживем. А вот с солью так не получится. Натрий нужен для поддержания химических реакций в организме. Все про соль я рассказала вот здесь, в этом видео. Обязательно посмотрите. Там очень много интересных фактов о соли. В соленьях соли с лихвой. А 1 грамм соли притягивает 10 грамм воды. А это отеки. Не стоит забывать, что соль это усилитель вкуса. Соленых продуктов хочется переесть. Этой характеристикой пользуются производители колбас и копченостей. Еще ломтик и еще кусочек. Один запах и аппетит только уже разыгрался. Поэтому не провоцируйте себя этими продуктами в своем холодильнике. Когда участники моих проектов готовятся к старту снижения веса, они не только закупаются продуктами, заполняют подробную анкету о себе, но и убирают из холодильника и шкафчиков продукты, о которых я рассказала вам в этом видео. Это снижает легкодоступность и возможность на эмоциях или по старой памяти взять и съесть. Попробуйте мой метод снижения веса. Он прост и доступен каждому, потому что создавался на моем анализе при личной работе. Я сделала его удобным для худеющих. Записывайтесь по ссылке под видео. Ставьте лайк, если хотите, чтобы я делала чаще подобные разборы продуктов. А в комментариях задавайте вопросы. На этом у меня все. Мы с вами увидимся в следующем выпуске. Пока-пока!